Победители прошлой игры Стоят с открытыми пастями И языками там что-то делают Как думаешь, у Завров они кожей дышат или с отвертом? Может они как лягухи кожей дышат? Мне кажется, носом они дышат все-таки Дырочки у них какие-то есть Так, и расстановка орков А те, поехали, да? Да А те, у которых кольцо в носу, как их дышат? Кольцом? Кольцом У них они, то есть, одно ноздри вдыхают, а другое выдыхают Как-то не очень удобно Не, ну зачем мы еще ноздри? Так, у меня ящерки начали, я остановлюсь У тебя анимации включены? Я сказал, что да, вы тоже А у тебя на пробое анимации включены? Да Стример-стей режим Обратите внимание, у скинка появился блок И у Завра появился блок И это на самом деле существенно портит ситуацию Скинк с блоком очень сильно, конечно Ап для ящерицы А у этого? Еще и Завра дополнительно с блоком У Блицера орков появился додж Он, в принципе, хороший левел ап Проблема в том, что я бы все-таки против этих ребят брал, так? Игнорировать, наверное, надо было Переброс Дополнительный Я думаю, ты уже вперед ушел, у тебя уже Орк-лидер блицует И у него переброс Завра был сплотом Один был, второго не было Стягивается к мечу И мне показалось, что Крок сбьет Поначалу На двойку роняю Интересно, что То есть в какой-то момент Начинает приоритизировать Эти Даже блоки без блоков Нормальные Хотя, может быть, он и прав Потому что он ничего не терял Крокс Сваливает ребят под Крокс обратно Чтобы не раздвигались Как бы он сейчас В один куб не получил, Крокс Там же Горда нету Да, гарда нет Значит, один куб можно О, приступила информация Что Завра еще третий решал Купил на индусы Разве не плюс один Прирол для бойков? Я, честно говоря, не обратил внимания Мне позвалось То есть я не знаю На Орк-лидер бил На плюс один Но может быть, это цвет плюс Надо будет посмотреть Какого-то начали второго тайма Да, да Главное не забыть Так, Орки Мне не очень нравится идея В этой ситуации урить Чорка На левый фланг Вот как он сделал Ставить его снаружи Хоть и прорваться там Становится сложнее Но мне кажется, что и так Прорвать там Маловероятно С другой стороны Вроде сейчас у Орка нет слабого места Кроме этого у Чорка справа Одного Слабого места нет Ну Ну, одинокий Чорк дал А, вот Линеечка перешла На помощь Раз уж 3-3, значит В наивете Дали обоим Я не обратил внимания Ну, мы посмотрим 4-3 не факт Могли дать Чорк То есть там точно был рерол Я с тобой разучил А вот кому был рерол Я так и не обратил внимания Это опять обесценивает Лидера Квестер 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 В Глори Сейчас по идее Завры будут Ванаби Хироу Пока Найдут Ну, искать дырочку В баронерках Такой Завры так выстрелились Такое ощущение Что это вот Начало драйва Только более плотное Такое построение Смотри, они готовят Клин этих скинков По центру Чтобы сейчас Ну Раздвинуть орков Да, и оттуда Скинки посыпятся Да, польются Морякой Завр подумал Подумал Если бы они играли в Го То Завр бы сейчас Сыграл неправильно А в блутболе Может быть в этом и есть Сыграть Он на черте лидер взял Потому что не дал Аделу Роль Нет, он взял в начале Как я понимаю На черте лидера А потом Ну, видимо, снова Что роль Где-то бил Скинки Невозможно пробить Броня 1-1 В цветы Идут животные Вот странно Мне не нравится Как он черк себя ведет Для фланга Он реально не хочет Пропускать вообще вперед А с другой стороны Драку так-то не выиграть И угроз Он никаких не создает За уроки Ну да Силовой игрок И очень далеко От места общего замеса В принципе понятно Почему он стоит с краю Чтобы его нельзя было выбить В одного Завра Нормально Ну, то есть Чтобы его сложнее было выбить Но непонятно Почему Все-таки он Едет в контакт И не навязывает Заврам Невыгодную на самом деле Даник Драку Потому что Ну, чаще всего Невыгодная Гордов-то больше Да и скинки Обычно не вмешиваются В такие драки Будут охранять Мещеносы Скорее всего Хотя, с другой стороны Как показывает практика Я часто То есть иду в драку И меня за спину Просто забегают За правой Встают в коробку Аккуратно Соблюдать Ну, смотри Они как раз Передвигаются налево И как раз Чорк сыграл По сути Он уже стоит В контакте сейчас Все были бы Куда бы они пошли То есть Если быть В раунд-фланде Там ребята Поактивнее Дистанцию Дистанцию сокращали По сути Горда втолкнул Горда к Роксу Чтобы Чорк Не стеснялся Его пробить Угу Мне тоже Странный выбор Пока Да Ну, сейчас По идее У орков Есть возможность Хорошо разрулить блоки Освободить Буквально Практически Всех игроков То есть Он может Сделать Два блока И Просто Снять Всех игроков Ну Своих И иметь Словно Настолько же Свободно Сколько Изавр И выстрелиться Совсем Хором Хорошо Он наконец-то Пошел Контакт Орк понял Что Пора Не что Пора В смысле Понял А что Пора Время Пошло Да Вот этот Непонятный Кстати Плот Потому что Он Зачем Возможность Освободить Завр Одного По-любому Хватит Непонятно Почему У него Второго Щетка Вот именно Такой Контакт В этом Не было Необходимости Стоп У меня Чет Чатик Не пашет Странно Так Колян Значит Подтвердил Хорошо Так Сит Скажи Пожалуйста Ты Подтверждаешь Своё Участие Завтра В турнире Ну Из-за Поролегационных Цель Хотел бы Знать Заранее В принципе Неплохо В контакте Все Ну Сейфти В принципе Тоже Есть И стенку На стенку Орки Вроде Должны Продавливать Рано Еще Спать Джинни Рано И Завры Качнулись Опять В другую сторону И Оркам Это Сложно Будет Сделать Сейчас Посмотрим В принципе Орка Пруклил Сам На пол Ну Почему Мисклик На пол За него Не Сделал Не То есть Мисклик Мисклик Не Виноват Сам Орк Пятерочка Крокса Кажется Шторка Может не успеть Перестроиться Да Возможность Есть С другой стороны Ой Вот это В один куб Он прокинул Я прям Не ожидал Что-то Ну Постесняется Блок Без блока То есть В принципе Понять Почему Пробовал Можно И более того Это дает ему Здесь Ну Чем больше игроков Лежит Тем проще Будет следующий ход Сегодня Подтверждаю Что будет Завтра Пока Не знаю Хорошо Хорошо С этим Чёрк Делает Залегание И скорее всего Им Блиц Будет С подъемом С подъемом Да Нокаут Это Хорошо Сейчас Каждая мелочь На счету Сейчас Как раз Тот самый Момент Когда Кульминация Недалеко И все Готовится Ой Что ты Делаешь Это Уж Какие Дабл Единицы На блоке Интересно Уорка И опять Дабл Единицы Интересно Что С одной Стороны Горды Мотивируют И вводить Полный Контакт С другой Стороны Завязанные Блицеры Это Ну Большая Проблема Для него Самого У него Рас Время Если Посмотреть А Хотя В это Ситуация Только два Блицера Завязаны Но Регулярно Блицеров Мало Просто Сейчас скорее всего Повалит И Пробежит Скилками Повалит Да Даже Даже 5-5 Бросил Собственно Повалил Вот сейчас В центре Стоит у него Блицер Свободный Все это Было бы Очень рискованно А у него Просто поле Проходного Раз Два Три Четыре И в этой ситуации Важно Кроксом Нет Не бить Потому что Если Крокс Затупит Ну кстати Есть Один куб Меченосцы На данный момент Да Он же Сейчас Крокса Снимет Правильно Я понимаю У него же Есть Чорк Который Может Дать Два Кубов По Кроксу Ну то есть Сейчас Чорк Два Кубов Крокса И Не Выгоднее Блиц Промбить Потому что Все таки Блок Так Нормально пока Ну казалось бы Все хорошо Орка Теперь Хотя Завар Мне кажется Сам Расставился Неаккуратно И опять Он ныряет Лицом в траву Родильщики Я так понимаю Я чуть-чуть Переде Чуть-чуть Да Ой Ну нормально Все равно У которого Меча Есть Я бы сказал Что орки Забивают Через два Хода Меч И все Хорошо Сейчас Посмотрим Чест Нет Это прогноз По ситуации На поле Но кажется Что Заваривается Блок Нет Здесь скорее Орков Много На мяче Но пройти Все равно Будет тяжело Потому что На центре Хотя Тут 4 Орк 5 Ладно Да Здесь Сложно будет Освободиться На центре Нет Я согласен Забить Может быть И не получится Но шансы Забить Орков Мне кажется Больше Чем у Завров Сейчас В крайнем случае Это Сейчас Завровская Атака То есть Даже Не дав Забить Получаешь Преимущество Побежал Давайте Ассист А Блицевай Даже побежал Блок Налог Сжег Плохие Кубы Сжег Еще Один Плохой Куб Ну что Пора Какой Вредный Скин Это Что Такое Примерно Я так же 2-1 Сыграл О, 4-2 4-2 5-4 5 4 А 4 6-4 5-4 То есть У него Урки забивают? Ну да, у меня тоже Завры ставятся, т.е. когда перейдет на орков, ты скажи, когда у тебя перейдет на орков Уж Гиврит забивает, но я бы сказал, что там шансы, что орки забьют примерно на 50 на 50, а шансы, что Завры забьют, ну, процентов 10 Может быть, меньше Так, Завры... Завры пока расставляются Да, да, это сильный Завр, хотя мне не очень понравилось, когда он сыграл, результат в итоге все равно хороший Так, и орки расставляются Угу, я запускаю Да Шансы орков все равно есть забить за 3 хода, он же и за 2 Хардра справился, плюс у него кидало 4 ходильный, что очень сильно увеличивает его шансы Ну да, но даже с большей дистанции это будет, там, 3 плюс, 3 плюс, грубо говоря Угу Да даже в 50% можно делать пасы, там, 75% шанс, по-моему, получается на пасы Угу, погода на очень хорошую меняется А шатал он нормально А вот когда пошел вперед, он мог расставиться так, что там не было бы кубов Блицера Учинного сцена, хотя с шестеркой и черт Не знаю, мне кажется, что можно было получше С другой стороны, заходил блоджер и все эти шансы... не, не знаю Сказать, что это прям грубая ошибка я не могу, но После того, как мяч выбили у Сахара, шансы забиты были очень маленькие Да, Клейман Или как кубы привезли нищего, действительно Ну, бывает Так, белый пас Нормально, поймай, поймал Дело сыграло только что Да, 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 2 плюс получился пас И Орки опять просто не десут мяч вперед Странно сказать, что Завар в этой ситуации расстреляется пассивно Понятно, что столбик он поставить так, как он вообще сможет, но подобие столбик Что-то мне кажется, что здесь как-то все у Орков не очень хорошо Почему? Ну, а хотя вот, когда линейка перешла, в принципе, лучше стало Я пасался именно блица от ящерицы Вот в линейку справую Если бы сейчас он не был повязан на другой линейке И с подходом просто Мяченосцу Ну, подходы, наверное, лучше Если бы Крокс не придет, то все не так страшно А вот то, что они спереди еще могут встать хорошо Это неприятно А зачем он так скинг вставит? Не знаю, это, видимо, какие-то особые столбики Вот Что-то не знал, как чертик-то не приятно Угу Забавно, да, он подставил скинг А хотя нет, плонера можно напалить Плонера можно напалить Тут, если 2-6 найти на диагональном блице Ну, 2 не очень хорошо Ну, 2, да, не очень, но 6 Смотри, 2, если не пробьет броню А, вот Ну, если бы без поля, то нифиг убежишь Да, двойка здесь, конечно А штырка нас сейчас где-нибудь так вот стреляет Да, теперь уже все сложнее Вот, вот, вот это совсем неплохо Ну, этого Завра выбьет, это не очень большая проблема А вот Что делать дальше? Только еще 2 хода надо признать Блиц меченосца Ага, на самом деле стреляется Ну, это, конечно, все хорошо, но скинг его сейчас опять догонят Ну, на краю, мне кажется, было бы проще Четыре массовые кинги заблокировать все, чем в центре Главное, чтоб Завра не догнали С другой стороны, у него dodge Поэтому шансы у меня очень большие Именно если меченосцинализовать Чёрт-лидер подсказывать пришел Размахивай там руками Так, говорят, матч за третье место в понедельник Будем стрелять или как? А в понедельник можно Ну, у меня правда Смотря во сколько по времени У меня более полка 22 у меня более полка или 23 То есть, скорее всего, совпадает по времени с матчем Ну Скорее-таки, нет Сид Хотя у меня отпуск, но я думаю, что я на блутбол расщедлюсь А во сколько? Я не вижу информацию просто на форуме, например В 20.00, говорят По Москве? Наверно В 20.00 по Москве, то отлично А матч за третье место было три были? Или было пять? Да и всё, бой бой девять Бой бой девять Бой бой девять, а после этого бой игроков дает бутбол Потому что сыграли свой бутбол на следующий год Три дня Играли они три дня и три ночи Ну что можно сказать, опять налепились Я слышу травму Чёрк хрустнул Хрустнул, чёрк Подлихард перекидывает, понятно почему Чтобы гарантированно вернуть сколько в дробь Ну и собственно, её в конце нечем Чёрк Напрямую, наверное, нет С матч будет Хорошо Болит против Завра Нет, смотри, мне просто кажется, что Завр Я не могу сказать, что Чёрк играет как-то сверх хорошо Но в ошибке Чёрка связано в основном с кубами, а не своевременными Ну, в смысле с единицами, которые он кидает по пять штук за матч Мне кажется, ему после прошлого матча было очень обидно Ой, дайвинг такл не заметил, похоже Да, да Или решил просто так доджиться Бакс дайвинг такл решил использоваться Странно, я согласен, что странно Проще было, нет, конечно, проще было Надо было доджиться блицером Каким-нибудь, и блицевать дайвинг таклера Ну, скажем так, если это ошибка, то это уже вторая Нет, первый раз тот мисклик был, теперь ошибка вот эта И ещё была ошибка, когда он... Сейчас, видит, ещё была ошибка Была ошибка, но он килл 2 единицы на блок А это грубая ошибка Тот, кто когда 1 единицы на блок Придает плату и проигрывает Так, у меня ящерицы расставляются Расставляются Демонстрация, что бага нет Сейчас, сейчас, сейчас Секундочку Расставляется ящер, я паузную перед расстановкой орков Так, если смогу Дайвинг такл Додж 5 плюс 3 Дайвинг такл 3 3 плюс дайвинг такл был второй, кстати 3 плюс, а сколько он кинул на кубе? 3, но зафейлил Ага, ага Так, патикарий Орки расставляются Да, да, согласен, в лоде написано 3, а на дереве 5 Все, ручка все Бак поправлен? Ну, баг, лога все еще не поправлен Непонятно, на самом деле, поправлен или нет, потому что он не 100% воспроизводился Мы даже, когда еще прошлый осень с Белайдс играли, у нас возникла ситуация, в которой он иногда не воспроизводился И это Блиц. И это запинывание. Обратите внимание. Это не только Блиц, это еще и запинывание. В этом запинывании есть и минус. Если мячик сейчас по какой-то причине улетит на линию Завра, то есть шанс, что орк его унесет. Сейчас Завр, чтобы законтролировать мячик, должен потратить много игроков. Он должен 3-4 игрока тут провести. Если подумать, насколько не везет сейчас орку, мяч, скорее всего, останется на половине орка. Там еще черт лежит. Но смотри, а то, что черт лежит, это хорошо, потому что отскок будет, как ты понимаешь, 30% шанс, что он унесет куда надо орку. Чуть больше 30. 8 клеток, все. Да, я округляю в выгодную Завру сторону. А, нет, смотри, тачбэк, отлично. Шикарно. И, собственно, у орка, простой проход, и забой гола. Гоблин бдит. Куда? Кидали все равно. Не знаю, я бы, наверное, линейки кидал на передовой, или на крайней, может быть, да не, но черт не очень хочется, черт не очень мобильный, а вот блицер, численее. Длинноват. А почему он на атаку ставит всех трех блицеров, опять наладит важно? Вот почему. Кто мне объяснит? А, не поднялся, четвертый блицер же, точно. Кто мне объяснит, почему он оставляет себя в ротате без блицеров? Свободный. Вот кем милицевать и скинуть сейчас? Еще и в один куб кинул. Я просто расстроился. Зато с пробоем. Нужно было черт поддавать. Возможно, кстати, Сид. Я согласен. Ну, то есть, я бы подумал о том, чтобы дать черту, хотя бы отдавал бы, скажем, всего линейки. Вот этой правой. Не стал, кстати, перебрасывать. А, посмотреть на реролы надо. 3-3. Да, он купил на индусменты себе рерол. Ящик. Там выдавали реролу. Ну, или не на индусменты, он скорее за свои деньги купил его. Или как? Не знаю, может быть, с ним не индусменты. Просто странно, что у него вообще были индусменты на рерол. После того, как он... МНГ там, или что он там сделал с черками? Ну, с орками из прошлой игры. Наоборот, он потерял Завра. А, в принципе, да. И вроде никого не выбил на МНГ, потому что МНГ перебросили. Там две травмы было еще. Просто их не помню. Одна точно была Badly Heard. И МНГ, вроде бы, он перекинул на ангеловского экзаменса. Завра прорывает спорку. Интересно, что как таков... Ну, я бы сказал... Простите за мой французский аут позиционирование на первый ход. Завра все равно в большем количестве на мяче. Кстати, а сколько денег было у Завра, если он сразу же выкупил нового? Он выкупил? У него разве не у Завра? У него шестеро сейчас на поле. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Да, интересно, я согласен. Еще сто он, типа, за Заврюрул заплатил. Он мог у Завра перекрыться с черным... Наконец-то первый скинг хрустнул. У меня еще не хрустнул. Окей. Скажешь, когда? Ага, да, да. Как раз бы Дровер следом поспевал. Да, наверное. Наверное, если бы мне не очень понравилось, как Орк расставился, почему он дал мяч Дроверу, почему поставился на своей территории, когда мог расстраиваться на территории врага, и не понравилось, что он всех кулисеров завязал на нос, хотя Орки эту же роль играют лучше, им не нужно столько гордов. То есть стоял бы там один гарденовочерк, а они бы этих Завр так же вывозили. Додж-единичка. Так, стоп, а у меня скинг еще... Ты между хрустнул на что? В смысле пробился броня. А, нет, извини, тогда да, тогда заводил. Я думал, что он хрустнул. И вот единичка на дождь, я так понимаю, да. И он ее перебрасывает. Перебрасывает, да, и блок. Вот. Орк как-то играет, как будто... Ну, не знаю, как-то вежливо слишком до орка. Аккуратнее. Да, и Вентаклы доджат. В критические моменты скликает. Единички кидает. Да, да, единички его кидает. Ну, и на самом деле не создает оппозиционных преимуществ для себя. Вот мне что не нравится. Он все время как-то вот так постоит, посмотрим. Постоит, посмотрим, как бретонцы. Три шестерки. Ну, три шестерки, это значит, что сжег свою удачу. Так, секунду. Я сейчас вернусь. Я пауз, что ли? Не-не, не пауз. Угу. Выталкивание черки в один куб. Двоечка. Пылок убирает. Скинкер забрался с черком, побежал помогать на центр. Шестерочка по блоджеру. Приятная шестерочка. Вообще, этот блоджер должен быть, с моей точки зрения, где-то здесь создавается напряженку на мяче. Не на мяче, а вот это. Ясно тут. Там была выталкивая черка с кинком, и не получилось. Двоечка выпала, но блок над с кинком его спас. Вот лоськинк. И черка спас. Современный дубль. Да, да. Не, ну, надо сказать, это очень заманчиво. Выталкивая черка. Спор идет. Особенно на ключевом участке поля. Или сейчас вся заварушка идет. Мяч до сих пор у орков. Даже после... До сих пор у орков, до сих пор у линии. Притом, что два хода прошло, и там ситуация при выбрасывании была такая, что орк мог пройти там клетки на четыре сразу на территорию завара. Он просто неторопливый. Куда им торопиться? С одной стороны, да. С другой стороны, заварами ты никогда не можешь прорваться быстро сам. Потому что любой быстрый прорыв будет наказан, ну, скоростью заваруш. Ты должен, как бы, ну, постоянно пробираться, чтобы в какой-то момент завары уже начали либо больше получать, либо, ну, бояться, что им забьют. А то получается, что если вы на последний ход оставляете весь драйв, то все. То есть завар просто встанут и догонят. Как же он любит избивать крокса, и теперь еще дофига игроков просто стоит вот и смотрит на лежачую ящерицу. Ну да. С другой стороны, сейчас прорыв через этот фланг, собственно, собирается делать. Хотя завар там. Чёрк пытается спастись. Пытался, точнее. И единичка на кроксе. Я чуть-чуть паузу, но отстываю. И не отстывание, наоборот. Минус отстывание. Интересно, что завары, которые, опять же, были вне позиции, обратите внимание, успевают перебежать из защиты. Просто это, чёртова, шестая скорость на четырех сильных игроках. Почему, блин, этот Ульвернер так хорошо не играет? На самом деле, вот, относительно ящериц, я не знаю, что лучше. Шестая скорость на них? Или третья ловкость, но пятая скорость на хаос-вариорах? Ну, для позиционирования, в среднем, мне кажется, скорость лучше. Хотя понятно, что дела тоже дают, да? Просто ты всё равно, если у тебя есть кубы хаос-вариора, ты редко доджишь, ты чаще бьёшь. То есть, мне кажется, что для четырех сильного именно, вот этот вот шестой мув, лучше. Именно потому, что когда ты свободен, ты бежишь, а когда ты замаршил, ты бьёшь. Хаос-вариор, он как бы только в сложной ситуации. Хаос-вариор начинает доджить, когда мяч там может вынести и так далее. Не, ну они ещё могут мяч отобрать и внести. Да, в принципе, да. Да-да-да, не, хаос-вариор как игрок, я думаю, лучше, но хаос-вариор всё-таки больше. И получается, что орк вроде бы создал себе основание для прожива, но как-то он очень вежливый опять, вежливый, слишком. И опять заварушка в центре, и вряд ли орк сейчас куда-либо далеко пройдёт. Так, Коляна сбивает рентейла и одновременно смотрит стрим, и тогда я буду болеть за рентейла. Орк всё-таки активно перестраивается. Понял, что хватит стоять. Сейчас будет кафеишечка, наверняка опять будет единичка на неё. И что-то этот всё время кинетит стичку его, этот Андреев Крелла. А вот, ну, не знаю. Он поставил сейчас блистер рядом с Дэвин Таклером. С одной стороны Дэвин. Я шутил, значит, единички. У меня ещё нет никаких единичек. Я положу. У меня только блистер к Дэвин Таклеру подошёл. Да, вот мне не очень это нравится. Вот ему этот блистер на таки-то. И вот единичка, он кувыркается. Медленно, но изящно. Точнее, не изящно. Там чёрт-чёрт пытается убежать. Забавно, у него четвёртые дела, а он всё время фейлит. Либо доджи, либо фуи. Он ещё не привык к своей ловкости. Он ещё не верит. И получается, что у него вот этот блистер с гордом, который сейчас бы пригодился на право-ребе, опять стоит в центре просто за брыгом. Вот, ну, не нравится. Не нравится. Ну, не знаю, что он там с операцией сделает. Типичный. Ну, здесь будет, грубо говоря, удар по сайдстепперу. Этим самым блистером. А, нет, чёрт-чёрт подвинули уже. Уже может и не быть. Сид, они же блокерами... Они же именно своей универсальности, как я понимаю, зачем они берут. Блокерами их делают. О. Так, плохо тебя слышно? Плохо тебя слышно? Показалось, что ты что-то говоришь. Да нет, я молчал сейчас. Хорошо. Это ты дал мне голосу. Я наблюдал, как ящерица пробегает медленно и подходит аккуратненько, собственно, к тройеру. И да, Вентаклер, собственно, сел на лицо опять. И где? И где Орти? Где блистеранные мечи сейчас хорошие? А сейчас я вижу хитрый план. Поднимается чёрт, который всё это время пытался доджиться со сломанными ногами. И получает мяч. Это непонятно. И четыре хода... Не, ну там три хода, ладно. Сейчас мы увидим очередной дайвентакл в действии, скорее всего. Трелки не вовремя. Ой, не вовремя. Чё, классно. Всё это. Ещё и переброс. Да. Ну, в смысле? Ой, и череп пришёл. Печаль, печаль. И череп пришёл. Вязь в газу тоже. Вязь в газу. Ноль реролов. Плохие кубы там, где не надо, и всё. И отличный доджит четырёходильного. Не, у меня он ещё не доджит там. Пытаются избить этого сайдстеппера. И вот шикарный доджит четырёходильного. Да. Заположил. Сколько же он уже единиц накидал именно этот один игрок. Всё, переход хода. Сразу блок. Я рассужу абстрактно и остановлюсь на опыте. И, собственно, мне кажется, что цена Хаус Варьера всё-таки адекватная. Несмотря на то, что адела у него действительно высокая игрока его, ну, его других характеристик. Да нет, Хаус Варьер нормально стоит. Для своих возможностей. Ну, не знаю, нет. Они всё-таки плейте становятся адскими. А так-то... Вот ножгл варьер. Хотя, ну, как варьер получается, тоже чем-то дороже. То есть, у него... Адела всего на одну меньше. У него же двоечка, да. И на два дополнительных навыков мощно. Ну да, и мерзкий вид, и этот... Аура страха. И всё. Да, и совсем всё. Интересно, что Завар в этой ситуации рискует всё равно сильно рискует. И рискует. Ну, скинг уже очень легко убежал. Ну, похоже, что всё. Три года до конца. Ай-яй-яй. С лонером... Скинг дроп. Лонер надоело играть, но пойдём в поле просто. Ну, я не знаю. Есть шанс с линейкой отдоджиться. Есть, и это единственный шанс. И, скорее всего, он будет использован. Вопрос в том, как потом доставить этот мяч вперёд, даже если всё будет хорошо. И удержать его ещё надо же. И чёрт не его делал. А вообще, тот правый чёрт, бедолага. И его как скинг повалил, так у него игра и не пошла. Стыдно. Стыдно. Чёрт. Ну, вообще, сейчас встал и такой, типа, где все? Куда идти? Он даже не пытается идти, что скажешь. Шестёрка, кстати. Да, 2-6. А, да-да. Четёртый моб, согласен. Да, он урблит ещё шестёртый моб. Тогда, да. Тогда они не сильно лучше. Даже, наверное, не лучше. Хороший уровень. Они просто как столбики лучше, а как универсалы, они сильно хуже. Четёртая ловкость. Это отличный стат. Ещё говорят, бейте эльфов, они слишком читерные. Тут, я смотрю, четвёртая ловкость очень сильно помогает. Просто этот орк, который единственная в всю игру пытается доджить и бегать. И который, по сути, должен доджить и бегать. Ну, да, да, и ничего не может. Привет, Александр Кот. Если по клубам посмотреть, то, по сути, если был рерол, то там опять единичка ждала. Ну да, всё, орк теряет возможность. Если бы этот игрок остался на ногах, шансы бы были, потому что он мог бы сейчас как-то разобрать. Меня вот только бьют. Вот только-только. Кого бьют? Линейку возле мяча. А, да-да, да, у меня тоже это будет. Перебрасывает Завром. Это интересное решение, кстати. Потому что мяч, в случае, если он возьмёт, это сразу до свидания. А если он не возьмёт, всё равно останется Завром. То есть, это хорошее уложение. Мяч, кстати, даже улучшил своё положение. Теперь между двумя Завром валяется. В общем, орки мялись-мялись в центре поля. Ничего бы в жизни не добились. Кстати, ещё один минус этого культурной игры. Если бы орк в самом начале пытался идти вперёд, даже если бы такая ситуация возникла, она бы сейчас была около центральной линии. И шансы на был, какие-то были. А получается, что... Оглушение. Побежал, побежал, побежал. Надежда орковской семьи. Почему он не дошёл? А, он хочет ему мяч потом дать? Чёрт. 6-6 броня. Это последний шанс был. Он поэтому пробил. И, собственно, это означает, что орк прогибает. И, собственно, он 2-0. Завром убеждает. За счёт двух... Ну, по сумме двух матчей. Правильно? Да. Как же надо было играть, чтобы не кидайков и выигрывать. эту игру. И даджей не делает. В кода давали, агрессивнее прыгать вперёд, мне кажется. Заставляя за врук. Может быть, даже подставляя за врук. То есть, цепляя за врук. Заставляя их бить двухкубовые блоки почаще. Чтобы неролл не подели. Так, Сержик. Хорошо. Мы все на тебя рассчитываем. Чёрт. Войнхаус. Войнхаус сильный впереди. Но всё-таки Чёрт. Это игрок. Более дешёвый. Пошёл. И Чёрт. В команде поддерживает Блицера и Тролля. То есть, Блицера и орковские. Всякие лучшие козлов. По крайней мере. На раннем этапе точно. Слушайте, а был этот баг? Скинг убежал вообще. Да, да. Застоп был. Застоп. Садь, я попусти. Просто покинул поле с мечом, потом вспомнил. Туда бежать нельзя. Ну, на самом деле, уверен. Белезавр, как ни крути. Уверен. Хотя первый гол был очень грязный. И если бы этого гола не было, Орк бы по-другому играл. То есть, Орк бы... Ещё бы, наверное, не шут вперёд. Не знаю. Он бы не так боялся ошибиться. А тут он боялся ошибиться. Из-за этого, собственно, его съели. Да. Сразу захват хвостом. И всё. Хват ящериц. 2-0 во втором матче. 2-0 по встречам. 2-0 у нас. Ящериц с крысами. А за третье место Орки борются, получается, с гномами. И, кстати, у Орков больше гордов, чем у гномов, получается, суммарно. Может быть. Ну, там на гномах 2, по-моему, гордов. Но гном, мне показалось, играл так. То есть, много спорных решений принимал. И ещё один Завр принечает за гном, кстати. Интересно, что он предпочтёт против мышей. этот такл или всякий блок. Да, хороший вопрос. Ладно, спасибо тебе за... Я записи второго видео не поставил. Спасибо тебе за за карпанель. Давай. И тебе спасибо. Значит, в понедельник, когда ориентировочно договариваемся в стриме, да? Да, да, да. Хорошо. Ну, то есть, у меня там будет полиполка, но я, соответственно, один или, может быть, две... Спасибо. Спасибо.